Доброе утро, Гурю Василий Васильевич! О, здравствуйте, уважаемая! Здравствуйте, Василий Васильевич! Ну, что скажете, Марья Петровна? Как что скажете? Как же что скажете? Так вот я же насчет вчерашнего. Ух ты, черт, выскочил совсем. Ну, так как же, Марья Петровна, решили выйти за меня замуж-то, а? Уж и не знаю, Василий Васильевич. Ну, а кто же знает, дворник? Да нет, надо проверить, что к чему. А чего же проверять-то, я не понимаю. Выходите и все. А нет, так сразу и скажите, чтобы мне не терять драгоценного времени. Ничего уж и не знают. Так ведь, Василий Васильевич, хотелось бы услышать ваши... Что? Ну, пожелания, что ли, условия, требования. Ой, так ведь условия я ставлю одно. Это значит так, бросайте к черту службу, но и это, целиком занимайтесь своим хозяйством, чё ж ты говоришь. А как же я брошу службу? Я ведь привыкла работать. А, да это хорошо, хвалю. Но в этом смысле могу вас успокоить. Работы же у меня хватит для вас. И постирать, и погладить эту квартирку, убрать. На рынок сходить. А, правильно, молодец. На рынок сходить, обед состряпать, это делишко починить. За Сашкой приглядеть. А как же, миленькая, за Сашкой-то придётся приглядеть. А то ведь хулиганом вырастет. А помимо того эти штанишки ему шить, костюмчик перлицевать. Вон я весь оборвался к чёрту. Костюмы надо починить, это всё обязательно. Ну что ж, целиком согласен на ваши условия. Вот, хорошо. Только ведь заранее хочу договориться. По воскресеньям беру выходной. То есть как выходной? Так, выходной. А, это что значит, выходит по воскресеньям? Мы с Сашкой должны быть, так сказать, не ж раньше, да? Уж не знаю, беру две недели отпуска всякий год. Позвольте, позвольте. Выходной, о. Ой, Марья, вот сюда. Ай-яй-яй. Да ведь вы же меня не поняли. Да ведь я же не нанимаю вас в домработницы. Но неужели думаете, что я решился бы вас так унизить? Наоборот, я вам делаю это законное предложение быть моей женой. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Но при чем тут отпуск выходной? А я думаю, Василий Васильевич, лучше будет, прежде чем выйти за вас, с годик послужить у вас в домработницах, чтобы выяснить, справлюсь ли я с вашим хозяйством, а то уж больно много наговорили. Ну, так это, конечно, все хорошо. Но да, но ведь вы тогда потребуете это и спецодежду, и застраховать вас, а? А как же, все как полагается. И зарплату 300 рублей. Э, нет, дудкис, дураков-то нынче нет. Я вам, Марья Петровна, делал законное предложение быть моей женой. А вы так снижайте мои высокие чувства. Не ожидал, не ожидал от вас такой меркантильности. Да уж какая есть! И тут я полностью поняла, какой это человек. Ведь сейчас нередко слышишь про того или иного человека, что он фальшивый, что не надо доверять ему. А как распознать эту фальшь, которая, как говорится, на лбу не написана? Ну, вот я-то распознала, проверила. Ну что ж, гражданочки, может, среди вас есть желающие выйти за него замуж, а? Что, молчите? Не требуется. Правильно, товарищи, нам такие не нужны. Продолжение следует... Продолжение следует...